Всем привет! Это Глеб. И сегодня мы будем говорить про ГИД. ГИД — это важнейший инструмент в арсенале любого компьютерного человека, в том числе и Data Scientist, потому что Data Scientist — он тоже кодит, в конце концов. И сейчас, когда от Data Scientist уже практически везде требуют не только прототипы и какие-то настроенные модели, а требуют встраивать их в production, требуют тебя, чтобы ты был full-stack Data Scientist, тебе нужен ГИД как никогда. Также ГИД нужен тебе для того, чтобы нормально обращаться с ГИТХАБом, который является твоей визитной карточкой, твоей, там все лежит о тебе, чтобы тоже смотрели люди. Ну и, конечно же, написать в свое резюме, что ты умеешь ГИТХАБ. Значит, поехали. Я сначала расскажу про локальную часть ГИТА, именно без ГИТХАБа. А затем уже немножко про ГИТХАБ. И начнем с интуиции, с того, что это такое, для чего это нужно. Для этого я создам новую папку и назову ее ГИТТЕСТ. Вот. И сейчас я открою ее в VS-коде, что, в общем-то, является нехитрым действием. Вот. И сейчас сразу же, сразу же последуют пререквизиты, пререквизиты установленных программ на твоей машине к тому, чтобы, ну, как бы, следовать этому видео, да, или, в принципе, как бы работать с ГИТОМ. Вот. Тебе потребуется VS-код, да, потому что уже говорит любой текстовый редактор, да, твоего выбора, мне кажется, не круто, потому что VS-код, он реально, он слишком хорош, чтобы его игнорировать. Вот. Тебе потребуется ГИТ. И для этого, да, ты выйди в интернет и загугли, как его установить. Вот. Либо, если это не получится, да, то ты можешь обратиться к компьютерному мастеру, объявление которого висит на каждом подъезде. Вот. Причем я думаю, иногда думаю, что, возможно, это все один и тот же человек. И сейчас, да, я покажу, что, что же делает ГИТ, да, какая его, одна из его фишек, да, для чего он нужен. Создадим файл. Файл. И будем в нем что-нибудь писать. И буду использовать русский язык. Например, начало. И сохранили. Вот. И дальше, да, представьте, что это очень важный документ. И ты боишься в нем что-то потерять, да, какую-то информацию. Допустим, это была какая-то важная презентация, да, которая всем понравилась, да, и тебе нужно через месяц ее обновить. Соответственно, ты что сделаешь? Ты сохранишь и напишешь здесь, допустим, 01.01.2018, да, как дату. И затем, чтобы изменить этот файл, да, ты сделаешь копию, вот таким образом, да, и поставишь здесь там какое-то следующее число, да, допустим, ты работаешь на новогодних праздниках, да, тебе выпала такая доля. Вот. И здесь ты уже напишешь плюс одна строка, плюс вторая строка. И дальше ты повторяешь процесс всякий раз, когда тебе нужно обновить документ. И это, да, как бы, это позволяет тебе не терять, да, то, что у тебя было. То есть вот, ну, такая система, да, она схожа с тем, как в компьютерных играх ты сохраняешься, да, потому что ты можешь, ну, делать все, что угодно, да, как бы, после там, после определенного чекпоинта, да, и всегда можешь переиграть все заново, вот. Это очень похоже на то, что ты засейвился, как будто бы, вот. И здесь плюс строка три, да, что кожа, плюс третья строка. Так вот, гид делает абсолютно вот это. Он позволяет хранить несколько версий файлов, и поэтому он и называется система контроля версий, да. Вот. И сейчас я продемонстрирую, как это работает. Я удалю все вот это, delete, и создам новый файл, файл. И теперь я создам гид репозиторий. Я напишу git init. И у меня создался репозиторий. Значит, сейчас я напишу сюда первую строку, начало, и сохраню. Вот. И в ASCode, да, есть встроенная штука, которая контролирует версии гидра. Но она иногда подглючивает, да, и сейчас ничего не появилось. Поэтому я сейчас нажму Ctrl Q и запущу ASCode еще раз. Вот. И теперь, да, мы видим то, что он, вот эта штука заработала, вот. И начинать свое знакомство с гидом лучше всего с нее. Значит, здесь, да, я могу посмотреть, что сразу я выбираю вот эту штуку, да, которая называется changes, изменения. И я вижу то, что у меня сейчас добавлено, значит, начало, да, я добавил строчку. И здесь я могу сделать commit, да, то есть вот, ну, грубо говоря, засейвится. И я напишу, здесь я нажму yes, да, мы чуть попозже поговорим, что это, но здесь нажимай yes. Я напишу version 1. А теперь я это закрою, да, и, значит, напишу еще что-то, да, строка 1, строка 2. И сейчас у меня появятся изменения. Вот. Он подсвечивает их зеленым, то, что добавилось. Вот. И я могу зайти здесь в changes и нажать refresh, наверное, он их подтянет. Да. Можно нажимать refresh. Вот. И здесь видно то, что он задетектировал, что я добавил еще две строчки. Теперь я могу добавить их в этот файл, также сделав commit. Делаем commit. И нажимаем yes. И напишем коммент, значит, commit message version 2. Enter. Вот. Теперь, значит, настало время немножко потрогать терминал. И посмотреть, как же, да, у нас были файлы, которые назывались по числам, да. Здесь я могу также посмотреть, что у меня имеется. Я напишу git log. И я вижу, что у меня здесь есть два коммита, и где написано, что один называется version 1, и один называется version 2. Вот. И в любой момент я могу переключиться на любую из этих версий. Да. Допустим, чтобы переключиться на предыдущую версию, я должен написать git checkout head и поставить тильду. Это значит предыдущий коммит. И мы увидим, что теперь я вижу ту версию файла, которая была. И мне git написал, что он сейчас, что голова сейчас на вот этом вот коммите. Вот. Если я... Чтобы вернуться как бы в самые последние изменения, я делаю git checkout master. Master. Master это моя ветка, да, вот здесь у меня написано, в какой я ветке, или вот здесь вот написано так же, в какой я ветке VS коде. Вот. Про ветки я сейчас тоже расскажу. Вот. Теперь сделаем коммит не из VS кода, а просто так, да, как его делают из командной строки, как задумано было. Строка... Сори. Строка 3. Сохранить. Теперь я сделаю здесь обновить и посмотрю, видит ли он эти изменения. Вот. И теперь, да, вот помнишь, здесь меня спрашивают что-то сделать, да. Вот. Здесь мне предлагают сделать stage, то есть добавить как бы, ну вот все изменения, которые я сделали в некий буфер перед тем, как сделать коммит. И вот этот вот буфер, да, этот staging зона, она нужна для того, чтобы гид как бы подготовил вот эти вот дифференсы, которые у нас различаются между версиями, да, и сделал все это правильно. Вот. Это технический момент. Для этого я пишу git здесь, вначале я пишу git add. Это означает как раз таки добавить в staging. И точка означает добавь все, что есть в директории. Все, что есть в этой директории. Вот. И сейчас здесь, если я обновлю, да, то у меня... Так. Нет. Ничего не появилось. Да. И правильно. Это и не должно было появиться. Вот. И теперь я сделаю commit. git commit m. Это message. и я напишу здесь version 3. И теперь я могу сделать, посмотреть git log, git log, и посмотреть, что у меня появилось version 3. И можно переключаться между этими версиями. Переключаться можно также, скопировав вот этот хэш. Допустим, если я скопирую хэш версии 1, да, или давай, да, версии 1. Я скопирую этот хэш. Кстати, чтобы выйти отсюда, нужно нажимать q. Когда видишь end, нажимай q. Я напишу git checkout и этот хэш. Да. И он у меня перешел на вот этот вот, на эту версию, да. Вот. Вот так вот работает git, да, и работает то, как в нем выглядит контроль версий. Вот. И здесь я также хочу показать, что эта система, допустим, используется также и в Google документах. Да. Здесь есть то же самое, да. Вот этот файл я подготовил заранее. И здесь я могу пойти в version history и посмотреть эти версии. Вот. И здесь, да, у меня, ну, я сделал несколько версий, да. Вот есть первая версия, да, которая выглядела просто вот так вот, да. И есть следующая версия, которая выглядела вот так. То есть здесь ты не... Тебе не нужен git, да, потому что здесь он как бы встроенная система версий. И ты можешь всегда с ней работать. Вот. И про... еще про контроль версий, да, именно про переключение между... Про переключение между вот этими разными коммитами git log, да. Сейчас я сделаю git... поставлю, значит, хэд на самый последний коммит. Get checkout master. Git log. Вот. Бывают такие ситуации, когда я хочу вообще вот это вот удалить и остаться на коммите, который был у меня в version 2. Поэтому я могу сделать это следующим образом. Я пишу git reset hard, это означает удалить все. И здесь я пишу вот хэд, значит, тильда, да, или хэд 2, если я хочу на версию 1. И таким образом у меня удалится последний коммит. Вот. И теперь, если я зайду в git log, то у меня здесь этого коммита даже нет. Вот. Да, ты можешь сказать hard. А есть ли soft? Есть. И теперь... Ой, что я сделал? И теперь, значит, я покажу, как работает soft. Git reset soft head tilde. Вот. Git reset soft, да, он... Он также удаляет коммит, но он не удаляет сами изменения. Да, то есть у меня сейчас остались вот эти вот штуки, как будто бы я их еще не добавлял. То есть я могу подредактировать эти изменения и снова сделать этот коммит. Да, и я сейчас так и сделаю. Git. И здесь я напишу сообщение version 2. Когда вообще делать коммит? Коммит нужно делать тогда, когда ты закончил работу над каким-то логически завершенной задачей. Да, где ты как бы вот. И также думай об этом, да, вот как сохраниться в компьютерной игре. То есть когда ты сохраняешься, да, допустим, когда ты убил босса, да, или когда ты прошел какое-то сложное место. Вот. Теперь рассмотрим бранчи. Что это такое? Вот. Бранч – это примерно как сохранить как. То есть я, у меня есть файл, да, внутри которого, ну, и это может быть целая директория и множество файлов, да, у меня есть вот, ну, тот проект, который я отслеживаю гитом, да, в нем хранятся все изменения, которые были, где все сейвы, которые я сделал. Если я сделаю сейчас гитлок, да, то я увижу, что у меня здесь есть две версии. Вот. И теперь я хочу поработать, мне пришла гениальная идея, да, над которую я хочу поработать, но не хочу трогать и даже добавлять вот сюда в эту историю, да, что-либо, что я хочу сделать. Для этого я делаю бранч, я делаю сохранить как. И, как бы, в тот момент, когда я его создаю, он у меня будет на вот этом же самом месте, где у меня текущее состояние проекта. Я говорю git checkout b и здесь пишу checkout n и здесь пишу, значит, new branch. Значит, я правильно написал b. Вот. И он сразу же на нее переключился, да, брати внимание, что здесь new branch написано и здесь тоже new branch. По сути, как бы, да, сейчас ничего не изменилось. Вот. Я сейчас сразу же добавлю сюда строку 3 и сделаю commit. Commit. Yes. Я здесь напишу, значит, add that line 3. И теперь, да, у меня здесь есть, я посмотрю git log, у меня здесь есть вот этот вот commit, последний, line 3. И я могу переключиться на свою старую версию, на мастера. Git checkout master. И здесь ее нет, да, потому что у нас это, как бы, пошло отдельной веткой, да, что, собственно, и означает branch. Сохранить как? Значит, я вернусь сейчас в new branch, git checkout new branch. Здесь у меня строка 3 есть, да, и все прекрасно. Теперь я могу, да, здесь, да, здесь как бы, ну, абсолютно безопасно работать над чем-то, чем мне нужно. Вот. И чаще всего, да, вот так и branch'и отпочковывают для того, чтобы поработать над какой-то новой фичой в проекте, да, добавить что-то туда, новый какой-то функционал. И затем этот новый функционал, его сливают с мастером, да, в мастере хранится, как бы, твой рабочий код. Если я напишу git checkout master, да, master, то будем считать, что здесь это мой рабочий код. Вот. И дальше делают, как, значит, тестируют вот этот вот new branch, тестируют, все ли в нем работают, и принимают решение о том, что мы сливаем его со своей рабочей веткой, да, и это называется merge, мы его вмердживаем. Вот, и мы можем посмотреть git, значит, div, да, это чтобы посмотреть разницу, и я напишу здесь git div и название branch'я, new branch. Вот, и мы здесь видим, что здесь удобнее делать вот так вот, git div, и я пишу, значит, head и new branch'я, вот, и я вижу, что у меня здесь, да, вот он посчитал вот этот difference, да, то есть, что я добавил. Как будто бы я удалил строку 2, снова ее добавил и добавил еще строку 3, как бы все ок. И по факту это добавление строки 3. И теперь я могу, как бы, слить эту ветку в свой мастер. Для этого я просто пишу git merge new branch. И сейчас произойдет commit. Если я зайду в git log, то я увижу, что у меня автоматически произошел commit. Вот, иногда это нежелательно, потому что ты хочешь иметь больше контроля над тем, когда ты мерджешь. Соответственно, мы сейчас делаем, откатимся назад, git reset hard, head tilde. Я посмотрю, значит, еще раз, да, посмотрю git log. Мы на version 2. Отлично. Вот, и я могу написать теперь git merge new branch. И здесь я поставлю два параметра. Это первое, no commit. Я могу, чтобы мне подсказывало, я могу стереть вот так вот git merge. No commit и no ff. И написать new branch. Вот, и теперь, да, я вижу, что строка 3 добавилась, но она, как бы, не закомичена. Да, она у меня только в стадии добавления. Я могу здесь уже спокойно посмотреть на все дифы, которые у меня появились. И уже, да, после этого сделать commit git add и дальше написать git commit m сообщение и сказать merge new branch. Вот, и commit произошел, git log. Вот, круто. Перед тем, как перейти к фишкам гита, связанным с облачными хранилищами кода, такими как github, я хочу поговорить о том, что вообще хочет трекать data scientist именно, да, как. Ну, понятно, что он трекает свой код какой-то, да, там SQL, да, допустим, вот. Но и, да, и те функции, которые он вынес там в питоновские файлы. Вот, но очень много работы у data scientist заключено в Jupyter ноутбуках. Вот, и Jupyter ноутбук, да, это, ну, по сути, это JSON файл, но дело в том, что он содержит в себе картинки, да, которые там хранятся, как бы, ну, бинарным тупо кодом. Вот, и git, да, он не предназначен для того, чтобы хранить, чтобы трекать бинарные файлы, да, бинарные файлы – это картинки, экзешники, архивы, видео, да, вот. Он не посчитает дефофт для этого, да, он не сможет показать, что там добавилась строка или что-то, да, потому что, ну, бинарный код – это просто набор, как бы, ну, некой, нечитаемый человеком билиберды. Поэтому, но, как бы, трекать код в Jupyter ноутбуке ты все равно хочешь, вот. И здесь есть несколько выходов. Первый – это всегда очищать аутпуты, да, чтобы там не было ничего бинарного, да, и будет только код, все, тогда будет отлично. Второе – это можно конвертить это в HTML и, да, и хранить, как бы, как проект. И третье – это можно хранить их просто как питоновский файл, вот. Теперь перейдем к облачной части работы с кодом, да. Это работа с GitHub. GitHub, да, это как, ну, Google Docs, только вот для того, чтобы хранить код. И, ну, существуют еще другие, существуют еще другие облачные хранилища, да, например, Bitbucket или GitLab, да, их там, ну, они есть. И для того, чтобы нам залить к себе репозиторий сюда, да, нужно создать вначале здесь пустой репозиторий. Я нажимаю new repository и создаю его. Я делаю его private и пишу здесь git test. Вот, здесь также, да, следует сказать, что чтобы создавать репозитории на GitHub, да, нужно, первое, зарегаться, и второе, при первом, значит, пуше, да, вот здесь вот, когда мы сейчас будем делать, у тебя потребуют логин и пароль. Вот, и здесь нужно будет настроить некие там первые, ну, настроить свой локальный гид для того, чтобы он был связан с GitHub, вот. Это, ну, как бы не должно вызвать проблем, а если вызвут, то здесь тоже нужно обращаться к компьютерному мастеру. Это проблема по его части. Git test private, чтобы его никто не видел. И здесь я напишу create repository. И здесь сразу же даются подсказки на то, как туда добавить, да, если я создаю новый репозиторий, да, ну, на компьютере я делаю так и пушу его, а если он у меня уже есть, а у меня он, да, сейчас уже есть, то мне нужно скопировать вот эти две строчки и запустить. Я могу делать это абсолютно не думая. Главное находиться в папке этого проекта. Я нажимаю вот эту на кнопочку копировать, которая здесь есть, иду сюда, нажимаю control U, чтобы очистить здесь весь output. Я не понимаю, почему не очищается. А, потому что control L, вот. И вставляю. Нажимаю enter. И он залился. Вот у тебя здесь спросят как раз-таки логин и пароль. Первый раз, когда ты будешь делать, тебе нужно будет потратить некоторое время для того, чтобы настроить вот эту вот всю коммуникацию между тобой и GitHub. И теперь я здесь делаю рефреш и вижу то, что мой репозиторий здесь появился с моим файлом. И даже здесь можно посмотреть бранчи, посмотреть коммиты. И бранча нету здесь сейчас в new branch, потому что его отдельно нужно пушить. Вот. И мы сейчас как раз это сделаем. Я переключу с него. Git. Checkout. New branch. Вот. И здесь я добавлю еще несколько изменений. Например, строка 4 и строка 5. И я напишу git push. Мне пишут, что у нас нет удаленного репозитория, куда пушить. И предлагают его создать, как бы, ветку в этом же. Я копирую то, что мне предлагают. И теперь здесь у меня есть этот бранч. Если я... Теперь я могу выбрать его здесь. И здесь также я могу смотреть все коммиты. В GitHub очень удобно. Вместо... Ну, это как GitLog. Только здесь я могу открывать каждую версию и смотреть, что в ней было добавлено. Вот. На GitHub я также могу делать... Я также могу делать мерч. И на GitHub это называется pull request. Нужно это для того, чтобы совместно работать над каким-то проектом. И когда есть человек, который принимает решение о том, чтобы добавить новый код в основной проект. То есть, некий, ну, не знаю, тех лид, допустим, который за этим следит. Вот. И ты можешь написать код, и затем ты делаешь pull request, а он его одобряет. Да. Вот, допустим, мы сейчас из new branch'а сделаем pull request в мастер. Это запрос на мерч. То есть, я... Ой, сейчас я... Код. Вот. И здесь я нажимаю new pull request. Я выберу new branch и нажму new pull request. Вот. И у меня здесь идет из new branch в мастер. Здесь нечего сравнивать, нечего добавлять, потому что я не закоммитил вот эти вот изменения. Я их не добавил. Я нажимаю вот так вот. Нажимаю здесь yes. Здесь говорю added few lines. И делаю git push. Это означает залить на хранение в GitHub. Git push. Так. Теперь я могу сделать здесь refresh. И увижу, что у меня появились изменения. Теперь я могу сделать этот pull request. И у меня сразу же написано, что можно автоматически смерчить. То есть, нет никаких конфликтов. И я нажимаю pull request. Здесь можно добавить сообщение. Я всегда уходил с работы 18.00. Отлично. И теперь, да, в моем репозитории, да, если я зайду сюда, у меня висит pull request. Это запрос на мерч, на то, чтобы слить одну ветку в другую. Вот. Я могу в него зайти и посмотреть, что здесь происходит. Здесь я могу также открыть, чем, ну, что хотят добавить, да, сюда. И я вижу, да, что сюда хотят добавить вот эти вот несколько строк. И, как бы, я понимаю, что здесь все хорошо. И я его вмерживаю. Теперь я могу, значит, скачать эти обновления к себе на комп. Потому что, да, у меня там что-то поменялось, а здесь у меня этого нет. То есть, если я сейчас переключусь git check out master, то у меня здесь этих изменений еще нет. А мне они нужны. Соответственно, я могу сделать git pull. Pull означает скачать изменения, да, с origin master. Origin master в данном случае это то, где на GitHub хранится мой код. Я делаю git pull. И у меня появляются здесь две строчки. И если я посмотрю git lock, да, то последний commit, да, который был у меня, merge pull request. Все верно. И, да, я могу еще сделать следующее, да, как бы здесь, ну, представь, что ты работал над кодом, да, в удаленном репозитории что-то поменялось, и ты делаешь git pull. Вот. И, как бы, и здесь тоже, опять-таки, ты не контролируешь процесс, да, ты не видишь, что ты, как бы, вмерзживаешь свою ветку, да, если у тебя есть уже какие-то изменения, да, будет произведен merge тоже, да. Вот. Поэтому можно этот процесс контролировать. Это немножко хитрее, но все же. Значит, я делаю что? Я делаю вначале reset. Git reset. Hard. И ставлю на предыдущий commit, где у меня еще не было сделано вот этого пула. Теперь я говорю git fetch. Fetch означает скачать. Просто скачать, но ничего не делать. Вот. И теперь я могу то, что скачалось, вот этот вот origin master, я могу его, как бы, сохранить в новую ветку и посмотреть, что там. Для этого я пишу git checkout b, значит, new master. И здесь я напишу origin master. И таким образом, да, я переключился на ветку, в которой у меня теперь новый скачанный master. И я могу, да, спокойно сейчас вернуться туда, где я наделал какие-то, где я делал изменения. Допустим, я в мастере что-то делал, да, checkout master. И могу сравнить его с тем, что у меня там изменилось в удаленном репозитории, да, для этого я делаю git, div, и тут пишу head и new master. Вот. И я вижу то, что мне сейчас, ну, как бы, там добавились вот эти строки, да, то есть если бы это, ну, если там больше файлов будет, то здесь как бы все файлы будут показаны, да, что с ними стало. Вот. И теперь я могу, ну, его просто вмержить. Git merge new master. Вот. И это то же самое, что, как бы, у меня произошел pull request. Практически только с большим контролем, да, и здесь у меня еще, ну, как бы, дополнительный commit появился. Теперь посмотрим, что такое конфликт. git, я снова сделаю reset, git reset hard tilde на предыдущий commit. Вот. И теперь представьте, что пока, что, значит, кто-то работал, кто-то работал над тем же кодом, что и ты. И ты здесь, да, допустим, написал строка моя, вот, и сохранился, и сделал commit, более того. Commit. Yes. Added. My line. Вот. И теперь я попробую снова смержить его с тем new master. Я пишу git merge new master. И я вижу, что у меня возник конфликт. Почему он возник? Потому что у меня, как бы, два коммита, да, пытаются изменить одну и ту же строку. Вот. И они, значит, из-за этого конфликтуют. Вот, git такие ситуации сам разрешать не может, да, то есть это то место, где нам нужен человек, чтобы принять решение о том, что оставить. Вот. И вот то, что ты здесь видишь, да, здесь в AS-коде очень легко можно просто, как бы, принять current change, да, это моя строка, принять входящие изменения, это то, что приходит, как бы, со скаченного кода. Вот. Либо принять оба изменения. Вот. И более того, как бы, вот, ну, здесь в AS-код, он просто автоматически навешивает эти кнопочки. Но если мы сейчас посмотрим на то, как выглядит реально этот файл, да, то есть я напишу cut file, то там действительно git, да, как бы поставил вот такие вот штуки. Вот. И это означает, что нам нужно это решить. То есть я могу просто вручную это отредактировать, удалить вот этот head, удалить вот это и оставить только то, что мне нужно. То есть, грубо говоря, вручную слепить, смержить эти два файла. Вот. Но поскольку у меня есть в AS-код, я просто говорю, что я там принимаю входящие изменения, потому что, очевидно, другие кодеры, да, которые работали над тем же, они точно сделали лучше меня, да. Вот. Акцепт, и теперь я могу сделать, я посмотрю, теперь я могу сделать коммит, да, просто-напросто. А, мне нужно сохранить, естественно, да, после того, как я это сделал, и теперь я могу уже сделать коммит. Гид статус, а гид ад, да, мне нужно было его добавить, эти изменения, и сделать коммит. Гид коммит м, фиксит, допустим, конфликт. Теперь я хочу рассказать немножко про форк. Форк используется тогда, когда люди работают над open-сорсом. Когда, ну, когда на работе, да, ты работаешь, то у вас есть один репозиторий, да, у которого там у людей есть разные права, и вы туда там коммитите, как бы, да, и все. И, как бы, ну, в принципе, вы можете там пул реквестов даже и не делать особо, да, то есть можно прямо просто коммиты делать и мерджи там локальные и заливать это в репозиторий, допустим, да. Вот. А когда мы работаем на гид хабе и над open-сорсом, да, то нам может потребоваться форк. Значит, форк что делает? Форк берет и копирует репозиторий какого-то другого человека к тебе. Дальше ты скачешь его на комп, делаешь в нем какие-то изменения, заливаешь и делаешь пул реквест между двумя репозиториями. То есть ты говоришь, добавь мои изменения в свой репозиторий. Вот. И, допустим, пример. Я делал, значит, таким образом пул реквест, да, в... Я читал блог какой-то, да, обучающую статью по тому, как делать джанго на докере. Вот. И я там, ну, заметил, что он, ну, там не до конца кое-что использует. Можно, да, гораздо проще это сделать. Я сделал форк, значит, сделал изменения и сделал пул реквест. Вот. И в итоге он меня, значит, одобрил. Вот. И можно зайти, да, вот в этот вот репозиторий, да, какой-то test-driven.io, да, это сайт. Вот. И тут можно увидеть, что я, да, являюсь как бы тоже контрибутором этого репозитория. Вот. И, ну, понятно, что, да, вот у меня здесь маленький мой был коммит, да, который я сделал. Там 62 строчки всего лишь. Вот. Можно посмотреть, да, что это было такое, то есть, что я там предложил. Вот. И вот это форк, да, то есть, как работает. Да, вот. Ну, здесь все можно посмотреть, все, что я написал, да, и все, что мы туда в этот репозиторий влили. Вот. Мы с этим человеком лично даже никогда не общались. То есть, я просто, ну, добавил код, ему понравилось, он одобрил. Вот. И на самом деле мотивация по созданию ГИТа, да, а его создал тоже Линус Торвальдс, тот же, кто сделал Линукс. Вот. Как раз-таки для того, чтобы поменьше общаться с людьми, да, поменьше живого общения. Он, ну, после того, как он начал делать open source, да, то ему приходилось много там по имейлу, либо еще как-то, да, общаться с другими разработчиками. Вот. И он увидел в этом узкое место и придумал, как можно это сделать более просто и более эффективно, да, и свести человеческое общение к минимуму. На этом все. Have fun. Субтитры сделал DimaTorzok